Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня у нас с вами ответы на вопросы. Сейчас очередной выпуск, который происходит, как видите, в ночное время. Ну, потому что днём невозможно. С одной стороны, очень жарко, а с другой стороны, и дел полно. Поэтому пишу ночью. Сейчас уже почти 11 часов вечера. Ну, о чём свидетельствует стрекотание кузнечиков. Значит, у меня много всяких вопросов ко мне, странных и интересных. А иногда и не очень. Иногда очень глупых. Но, тем не менее, постараюсь на них ответить, чтобы не оставлять необиженными никого. Первый вопрос принципиальный. О том, с каких книжек начинать читать мои шедевры. Значит, мои шедевры лучше всего начинать читать с книжки, которая называется «Нищета мозга». Эта книжка уже выдержала четыре издания. Готовится пятая. Плюс есть издание этой же книжки замечательной в Литве. На Вильнюсе она вышла. Вот она. Её можно прочитать там на родном языке. Тоже полезные вещи. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы издать её в Польше. То есть, вот надо начинать с неё. Почему? Потому что здесь заложены основы знаний о мозге, которых нет в учебниках. А которые популяризаторы, так сказать, умалчивают. Ну, часть от того, что сами не знают, а часть от того, что ленятся читать мои книжки. Совершенно напрасно. Вопрос ещё есть такой о часиках. Мол, где я зимой делал часики, как с часиками? Вот, посмотрите, как выглядят простые трёхэтажные частики с немецким механизмом Хенли. Мне кажется, что получилось неплохо. Я их украсил израстцами, керамическими изделиями из Ростова-Великих. Такого, значит, соответственно, своим разумением. Ну, понятно, что многим это не понравится, но, тем не менее, мне это подходит. Значит, ещё есть огромное количество вопросов о фотоаппаратах. Кстати говоря, этот ролик сейчас пишется вот в такой ночи камерой Leica SL2 с очень интересным объективом. Светосилой 1.4. Сумилюкс. Очень интересный объектив. Его светосилы хватает, чтобы так вот хулиганить от одной лампочки. Можно сколько угодно рассуждать о автопаратах, но если вы не имеете соответствующего образования, то лучше этого не делать. А то будет выглядеть смешно, типа замечание о линейном разрешении. Ну, если вы даже не знаете детской терминологии, то не надо её заимствовать у таких же, как бы там помягче сказать, типичных обзорщиков из Азии, которые там, страдая глубоким фетишизмом, там скрывают коробочки, показывают, коробочка была запечатана. Вот этот идиотизм никому не нужен. Если вы такие же популяризаторы фотографии пересказываете содержание инструкции к фотоаппаратам, я вам сочувствую. Потому что были времена, когда, например, Fuji 50-мегапиксельная вышла, обзор на сайте издательства Vidi, отвратительная камера. Вы в жизни этого сказать не можете. Иногда я просто умалчиваю, как там ранние Sony Alpha, у которых, простите, в жёлтом и голубом диапазоне разрешение было меньше, чем у фотоаппарата смена. Чё-то я не слышал у типичных обзорщиков хотя бы одного замечания на эту тему. Поэтому прошу вас, приберите свой язык в известное место. Значит, теперь дальше, значит, о ковиде и прививках. Ну, про ковид, что вам могу сказать? Значит, официальная научная мысль у нас очень проста, что ковид это завелись от китайских мышей летучих, что является абсолютной чушью, с моей точки зрения, дилетантской. Но если вам интересно, то вы можете посмотреть один из выпусков на радио Вруру, где я задаю вопросы. Почему цитокиновый шторм часто встречается? Почему это аутоиммунный ответ такой мощный? Почему это так роднит, эти все события с испанкой, которую как раз в 2009 году опубликовали статью о том, что её нашли, испытали? Мне непонятно, где есть информация о нуклеотидных заменах, которые возникают при пересеве, в результате которых любой грипп, любое вирусное заболевание постепенно снижает свою активность. Где эта информация? Почему её перекратили публиковать в мае прошлого года? Мне непонятно, почему нет отчётов о том, что тех, кого привили той или иной сывороткой, неважно, какая она, наша или чужая, где по возрастам, последствия повторных заболеваний после прививки, тяжесть перенесения, где эти данные? Если этих данных нет, то я подозреваю, как вы понимаете, чиновников от Минздрава, которые особой честностью не отличаются, во всяких нехороших вещах, что, собственно говоря, их не красит. Я думаю, что большинство населения считает так же. Скрытые ответы на простейшие вопросы должны быть опубликованы. И где эти кудрявые молекулярные биологи, такие с значимыми мордами, другого сказать не могу, и биоинформатики, которые непонятно, какую информацию куда перекачивают, с объяснениями того, вы объявляете о мутациях, мутация чего, в каком месте, какая последовательность, какие куски заменены, где эта информация? Если её нет, тогда хотелось бы перестать слушать вот эту вот бредятину, которую нам рассказывают. Значит, есть вопросы более интересные. Меняются ли центры мозга от нагрузки чтением? Да, меняются. Они не становятся больше или меньше? Нет. Вопрос о связях. Связи. Если вы думаете и занимаетесь чтением, усваиваете новую информацию, комары заели, то это приводит к тому, что образуются новые связи. Вам не хочется новых связей? Ну, замечательно. Жить в простоте нежного дебилизма, она, конечно, приятнее, но иногда полезно подумать, особенно во время перемен. Значит, есть замечательные пожелания. Хорошо, что у Савельева нет власти. Ой, это чудесно. Обычно это возникает у людей в середине жаркого лета, после того, как перегреваются семенники и яичники. Они не знают, куда деть свои гормоны, использовать их, видимо, не могут. Они начинают, значит, хулиганить. Власть – это не то, что вам показывают. Власть – это эпигенетический ландшафт, в который человек, знающий, может вмешиваться, как хочет и когда хочет. Потому что законы природы, их нарушать нельзя, но ими можно отчасти управлять. Но для этого их нужно знать. Могу вас уверить, ни в одной стране этих законов природы, как правило, даже не изучают. Редчайшие специалисты, которых можно перечислить на пальцах одной руки, они знают, как это делать. Вот они и делают. А уж никак не политики. Почему практика трансплантологии противоречит теории эволюции? Нет, не противоречит. Где вы там нашли? Если человеку конкретному требуется пересадка костного мозга или ребёнку, почему нет? Там 25 тысяч, если есть человек в базе, то найдётся подходящий по гистосовместимости, значит, трансплантат, и человек спасут. Просто это в эволюции никакого отношения не имеет. Просто нельзя есть вещи, которые преодолевают иммунологические барьеры, а есть вещи, которые не преодолевают. И поэтому сказки про стволовые клетки, выращенные, не пойми из чего, они, собственно говоря, не противоречат теории эволюции, они противоречат здравому смыслу и базовым знаниям, которые изучают до третьего курса медицинского института. Ну, если изучают. Значит, некая Ирма пожаловалась, что вред от моих книг огромный, потому что я их пишу, видите ли, предавшись гордыне. Ну, могу ей посоветовать биться лбом так же, с той же отчаянной, как и раньше, и не читать ничего, кроме сказок двухтысячелетней давности, если они её успокаивают. Ну, я бы сходил, проверил гормоны. Значит, предлагается дискусс. С Кашпировским, потому что он, собственно говоря, в своём интервью с Невзоровым, который снимал в скрытой камере, сказал, что в ответ на вопрос, как вот это ваше помогает, тот ответил совершенно открыто. Ты что, Саша? Совсем с ума, Саша? Бизнесмен, пусть занимается своим бизнесом, нравится, так нравится, дискутировать мне с ним не о чем. Абсолютно. Значит, ну и есть возмутительные вопросы, которые действительно говорят о том, что я вот предлагаю жертвовать на науку, а сам пользуюсь лейками по полтора миллиона. А вы знаете, да очень давно, лет 30 назад, у меня возникло такое, как бы, постановление, по которому я трачу на фотографические удовольствия только то, что этими фотографическими удовольствиями зарабатываю. Например, вы, может быть, захотите снять портрет свой. Ну вот, например, вот такого размера, вот такой камерой, чтобы вот на таком паспарту абсолютно в стиле 19 века. Это контактный отпечаток, снято на большую плёнку, потом или на стеклянную пластинку, потом сложно с бумагой отпечатано. Это совершенно другое изображение. Эти изображения, они поражают воображение неопытного человека своей пластичностью и тем, что не как на ваших цифровых мыльницах изделия, а здесь настоящие человеческие лица, а не рожи. И что бы вы ни делали, как бы вы ни кричали, ни вопили, что я не прав, я всё равно буду прав, потому что фотографии, выдержавшие проверку временем, показывают, что электрическая лабуда, к сожалению, при всех её достоинствах удобно, оперативно, но шедевры ей создавать невозможно. Поэтому, вот, например, такой портрет стоит как раз примерно как полторы лейки приличных. И то, если я захочу снимать тот объект, который предложит мне это сделать. Потому что есть люди, которых не нужно увековечивать. Ну, просто мне не хочется. Я могу себе это позволить. И поэтому я чаще отказываю, чем снимаю портреты, даже за астрономические деньги, с вашей точки зрения. Дело в том, что любой такой портрет делается 3-4 сеанса съёмки. Серьёзное продумывание человека. Надо его понимать. Иначе в портрете вы не сможете отразить ни его внутреннего мира, ни его желаний, ни его страстей. А вот эти щёлкальщики с перекошенными рожами, которые носятся, ещё советки и дают в рамках терминологии, которой в оптике не существует, они, конечно, намного дешевле и доступней. Но могу только посочувствовать тем, кто у них снимается. Поэтому, уважаемые господа, наука – это наука. И, к сожалению, она находится в очень тяжёлом состоянии. И в неё приходится вкладывать деньги, в том числе и от фотографий, чтобы она просто не умерла. Поэтому ничего не сделаешь. Мне в своё время предложили поучаствовать в комиссии по лженауке. Но я посмотрел список участников, а понял, что в комиссию по лженауке вошли все лжеучёные. Я решил, что это будет слишком для меня. И как бы мягко отказался от этого мероприятия. На этом, уважаемые господа, я прощаюсь с вами. Приношу извинения за убогий ночной эфир. Но что сделаешь? Других возможностей у меня рассказать вам о том, что вас волнует, не было. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok